Привет, с вами Бабл. Этот выпуск будет слегка необычным. Сегодня я расскажу вам об интересных фактах на различных картах мира. Поехали! И первая наша карта это карта распространенности блондинов во всем мире. Черный означает, что блондинов в этом месте практически нет, а желтый говорит о том, что их там очень много. Получается, что в Норвегии, Швеции и Финляндии блондинов можно увидеть на каждом шагу. Кстати, Россия ими тоже не обделена. Следующая карта показывает процент убийств во всем мире. Плохо, конечно, что в Южной Америке такой большой процент. Но вы посмотрите на Россию, а именно на Сибирь. Ну что ж, идем дальше. Перед вами карта самых популярных веб-сайтов в каждой стране. В России это, конечно же, Яндекс, а вот в Киргизии это Mail.ru. Но судя по темпам, Google скоро захватит весь мир. А сейчас перед вами карта стран с наибольшим количеством групп Heavy Metal. И опять Норвегия, Швеция и Финляндия. Складывается такое впечатление, что это из-за блондинов. Следующая карта показывает страны с самым быстрым интернет-соединением. Не секрет, что многим странам в Африке просто не нужен интернет. Но вот в России он нужен практически каждому. Но не нужно хвастаться своим быстрым интернетом. Ведь в той же Японии передача любых данных в 8 раз быстрее. Теперь перед вами карта, показывающая средний возраст людей во всем мире. Вы только представьте, что в Нигерии средний возраст человека составляет 15 лет. Получается, что многие люди погибают еще в раннем возрасте. А вот самые пожилые люди находятся в Германии и Японии, где среднячок 46 лет. Следующая карта отображает самые популярные интернет-браузеры в мире. Вы, наверное, не поверите, но в 2009 году миром правил интернет-эксплорер. Но с появлением на рынке Google Хрома ситуация начала меняться. Как я уже и говорил, Google скоро захватит весь мир. На этой динамической карте видно, как люди сообщают в Твиттер о восходе солнца в течение суток. А на этой динамической карте отображено использование интернета во всем мире, основываясь на времени дня. Соответственно, ночью многие ложатся спать. Но в каждой стране есть свой задрот. Ну и напоследок, моя самая любимая карта. Эта карта, демонстрирующая результаты опроса, где спрашивали у людей, кто представляет собой наибольшую угрозу миру во всем мире. И первое место занимают Соединенные Штаты Америки. А теперь внимательно посмотрите на карту еще раз. И напишите в комментариях, на какую страну я сейчас смотрю. Ну вот и все. Какая из карт впечатлила вас больше всего? Не забудь подписаться на канал и поставить лайк. До скорого!